Наша школа терапии продолжается невзирая ни на что. Сегодняшняя лекция у нас метеология психопатии, это третий профиль, который мы рассматриваем патопсихологически. В психиатрии современной иногда некоторые исследователи используют активно такой термин, но в принципе стараются именно так и называть современные классификации как ДСМ и МКБ. Пользуются чаще всего таким термином как десоциальное расстройство личности либо антисоциальное расстройство личности. Иногда вариацию создают термин социопат. Некоторые исследователи говорят о том, что социопатия и психопатия есть суть одно. Некоторые говорят, что социопатия это одно, психопатия другое. Мы будем говорить о их различиях и буду говорить о том, как я понимаю их на самом деле, что для меня что и как я их разграничиваю. Помните, что в психиатрии в терминологиях многих, как вам сказать, одни люди, одни исследователи, ученые один термин обозначают по одним способом, а другие могут давать совсем другие определения. Особенно это ярко, например, в психологии. Понятия эмоций могут быть до такой степени различно детерминированы, но что они передать. Понятия воли, понятия эмоций, понятия мотивации. Насколько исследователей, я пример приведу, скажу. Это когда-то советский потом русский психолог Ильин говорил, был когда-то на защите конец диссертации по воле или докторской. И задают защищающемуся вопрос, а как вы определяете волю? Он говорит, а у меня в диссертации 70 определений воли. А он говорит, а какой ваш? А он говорит, я как бы не определился. Это психология, удивительная наука. Если в математике и физике, чем более продвинутый ученый, тем больше он в своих убеждениях, по ключевым темам он сходен с других. А в психологии, психотерапии, чем более известный ученый, тем больше он может создавать какую-то свою вариабельность. Поэтому как в психологии, так и в психопатологии, в психотерапии очень важно создавать те карты, которые помогают быть эффективными. То есть там истинные карты, как бы особо можете не быть. И мы всегда лишь приближаемся к реальности, давая определенное определение. Я буду делиться той картой, которую я использую чаще всего. Если мы говорим о развитии представления, психопатии, психопатия далеко не всегда была психопатии. Ну, если просто переводить термин психоэпатос. Это страдание души, как бы вообще ни о чем. Любые болезни, психические страдания души, так или иначе. То есть формально можно психопатией называть все. Именно так в конце 19-го, начале 20-го столетия могли поступать некоторые исследователи, называя, что, к примеру, есть истероидная психопатия, эпилептоидная психопатия. То есть термином пользоваться так, чтобы обозначать страдание души. И там не было представлений о истинной психопатии, которая сейчас существует в современных школах психотерапевтических. К примеру, можем видеть, не знаю, 30-е годы, 20-го столетия, а русские исследователи Ганушкину составляют список психопатий. То есть, если вы будете, допустим, я иногда даю своим студентам задание, вот, напиши мне реферат психопатии. Вот, и человек приносит мне реферат, где описаны психопатии Ганушкина. Вот, а их там 80 штук. Черт, я забыл тебе указать, что я имел ввиду о истинной психопатии современном представлении. То есть вы можете реально наблюдать, что этот термин реально мог использоваться как обозначение просто страдания души. Вот. Наиболее раннее представление о той вот психопатии, которая вот, о людях без чувства совести и сострадания, вины, появилось вот у нас где-то в начале, середине 19-го столетия, по-моему, в начале даже, точной даты я сейчас не вспомню, по-моему, потому что ее нет, в анналах истории, было представление такого термина, как моральное безумие. Вот. И это формально первый термин, определяющий предмет нашей беседы сейчас. Было обнаружено, что вот есть такие люди, которые не шизофреники, которые не умственно отсталые, которые, в общем, интеллекты работают хорошо у них, вот, они могут быть прекрасны, социально адаптированы, они могут строить семьи, они могут зарабатывать деньги, могут быть очень эффективными, но им, мягко говоря, плевать на мораль. То есть они, когда надо, ее могут вполне хорошо, вот, выполнить, вот, а иногда, вот, нарушить, вот, то есть есть какой-то религиозный устав, вот, можно нарушить, без проблем, вот, есть какие-то сексуальные, там, не знаю, вещи, вот, запреты, ну и что, могу так, могу так, могу так, могу так, вот. И было замечено, что эти люди, они не просто способны нарушать оплеванные барьеры, социальные запреты, они могут получать удовольствие, особо изощренное от нарушения данных, запретов, барьеров. Это раз, там, там кайф идет, вот, и в этом моральном безумии все очень сильно, не просто на нарушение запретов, а еще на причинении другим людям в той или иной степени вреда, вот. То есть психопат, он получает удовольствие, если другой человек страдает, вот. Более того, моральному безумцу просто-таки необходимо окружать себя людьми, вот, которые в той или иной степени, они получают какие-то пинки от них. Есть история одна. Где-то в двенадцатом году ко мне пришли репортеры из газеты Харьковской, по-моему, сегодня. И сказали, Борь, это тот период, когда в Харькове в тюрьме сидела Тимошенко, когда Янукович запер туда. Вот. И говорят мне, у нас видеозапись есть. Видеозапись того, как две сокамерницы Тимошенко, они, ну, на Тимошенко наклеп делают. Вот. И попросили меня, как человека, специализирующегося на верификации лжи, проанализировать, дать анализ невербалики заключенных сокамерницы Тимошенко. Вот. И сказать, вот, ответственно, они угодли, либо нет. Вот такой запрос у меня был. И смотрю я на этих двух дам, что там происходит. Происходит следующая вещь. Две девушки. И первая девушка на камеру. Вот как она работает, как это происходит. Я буду чуть-чуть поясничать. Если кому-то не нравится, прошу великодушное прощение. Вот. Она говорит так, Тимошенко, сучка, 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 сучка. Она сучка, и она очень-очень сучка. И так как Тимошенко, она сучка, сучка, я хочу сказать, она дрянь, сучка, и дрянь, дрянь, сучка. Я наблюдаю за ней. Она, короче, человек сидит в тюрьме. Она ведет себя как профессиональный этот вот видео-TV-ведущий. Все навыки у нее. Как будто она перед камерой стояла вообще, там, не знаю, 10 лет. Вот. Глаза смотрят прямо на меня, на камеру прямо. Вот. Ни один мускул не показывает ощущение неуверенности чего-то еще. И я сразу начинаю подозревать, потому что это не точно нечего. Слишком, 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 вот, все профессионально как-то, да? Слишком. Вот. И смотрю на вторую сокамерницу. А вторая сокамерница говорит то же самое буквально, что и первая, но делает таким способом. Тимошенко, сучка, 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 сучка. И поза сжатая, постоянное чувство вины какое-то, чувство тревоги какое-то, чувство страха какое-то. И я думаю, как-то интересно, у них невербалик очень сильно отличается. Что-то там не то происходит. Ну, и портеры спрашивают меня, Борь, ну, твой вердикт. Что скажешь по этому поводу? Я говорю, вот, врут как, не знаю, сивы кобылы, обе, это раз. Вот. И я говорю фразу. Вот первая, скорее всего, сидит за очень тяжелое преступление. Вот. А вторая, скорее всего, легкая, легкая, легкая. А репортер поворачивает, говорит, да, вот первая сидит за двойное убийство. Вот. А вторая, она была бухгалтером какой-то там в конторке, в общем, там прогорела конторка, и, в общем, посадили за нарушением бухгалтерского учета. Вот. Как я понял, что с первой, что-то не так. Уверенный человек, что он был преступником. Вот. Сочетание определенных вещей. Психопат. Он постоянно удерживает контакт глаз. Постоянно. Когда он беседует с вами, он не отрывает глаза. Вот. Чтобы психопат, не знаю, голову опускал. Он пристально. 90% времени, 95%, он на вас смотрит. Почему? Потому что хищники не отводят глаз от жертвы. Никогда. Далее. Психопат всегда полностью уверен в себе. Абсолютно. Он всегда человек выше, чем другие. Он хищник. Он хищник-путешественник. Другие люди, они помолчают ниже. Его другие люди не беспокоят вообще. Раз. Психопат может быть создавать иллюзию профессионализма. Уникально. Он, в общем, делает это. Он, если будет говорить какую-то полную хрень, абсолютную собачью, он может говорить это с такой уверенностью, что другие люди будут верить, что то, что он говорит, очень-очень-очень круто на самом деле. На что реагирует наша лимическая система? На невербальную коммуникацию. Говори полный шлак. Говори полный отстой, полный маразм. Но если ты будешь источать калибровки того, что ты прав, люди будут тебя слушать. И будут восхищаться. Блин, он такой крутой. Как вы думаете, почему многие-многие люди, в частности в сфере психологических услуг, могут выезжать, слушая, что они говорят объективно? Хрень лютая. А почему-то их слушают. Некоторые говорят, ну, наверное, он умный, если так много слушает. Но это не совсем так. Хотя среди своих коллег я временами встречаю психопатов, они тут задерживаются. Да гораздо чаще, чем мы себе представили, на самом деле. Которые не сострадают людям вообще. Избыточная калибровка уверенности, избыточная калибровка профессионализма может человека с очень низкого профуровня привести к очень высокой должностной позиции. Психопаты очень часто меняют профессии. То есть психопат, к примеру, критерием психопата, его жизненный путь, он специфичный. Он постоянно может менять работы. И эти работы почти никак не связаны между собой. То есть поработать на стройке, потом пойти и играть на бирже, потом подвозить проституток к борделю, потом уйти в программирование ожиданно, потом начать писать книги, потом, и ты смотришь последовательность этих профессий, они не связаны вообще. Вообще никак не связаны. Никаким критерием. Каким способом человек так часто и быстро их меняет? Почему он может быть успешным в этой профессии? По-моему, был когда-то фильм с Леонардо Ди Каприо, называется «Имитатор». По-моему, «Имитатор». Кто-то смотрел здесь «Имитатора» с Ди Каприо? Там фильм про человека, который куда бы он ни пришел, но он легко может имитировать профессионала в любую деятельность, и входить в роль. Не все психопаты это умеют делать. Естественно, есть определенные уровни директуальные. Есть психопаты очень высокого уровня, а есть психопаты, ну, действительно глупые, примитивные, тупые по большому счету. Но все они, даже умные и глупые, все они считают, что они самые лучшие, самые потрясающие, самые уникальные и просто офигительные. Ребята, прошу прощения, на пару минут нужно вас покинуть. Скоро вернусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова тяжелых. И очень долго он не мог понять, в чем там дело вообще. Спустя только длительный период времени один ученый заметил, слушай, я подобные вещи видел у людей, которых недавно сделали операции вот-вот там-то и вот-вот там-то. Это был инсайт, и оказалось, что у психопатов реально не функционируют, либо очень плохо функционируют отдельные специфические участки мозга. То есть здесь мы касаемся, что истинная психопатия, она всегда физиологически обусловлена. Это не просто особенность характера. Кое-что с мозгом происходит, это не просто процесс подавления. И здесь надо делать развлечение, пленое в интенсивностях. Сейчас пока я говорю о психопатах, именно маньяках, убийцах, вот таких. Что обнаружили? Обнаружили, что участки мозга, связанные с сочувствием, эмпатией, они просто выключены. Какие-то участки, это отчасти у психопата, у него что плохо работает передняя фронтальная извилина, вот это левая передняя фронтальная извилина, или префронтальный кортекс, который связан с контролем. Психопаты, они импульсивны, они не могут контролировать, регулировать свое поведение вообще. Вот их зацепили, вот в баре сидит психопат, и человек проходил, как-то взглянул на него не так. И психопат может сорваться, схватить его и долго бить металлической трубой по голове вверх. Вот, потом взять прекрасного человека, запихнуть багажник, вот, и вывезти, закопать. А потом пойти вот мило общаться с друзьями, пить кофе и не испытывать вообще никаких по этому поводу вещей. Психопат может взять, убить, потом изнасиловать, потом убить. Вот, и у него внутри ничего не дрогнет. Вот, из-за чего особенность личности не совсем. Это уже физиологический аспект. Это префронтальный левый кортекс, далее это передние и задние поэстичные извилины в мозге, тесно связанные с эмпатией и построением психоэмоциональной связи. То есть, чем больше активны данные участки, вот, тем больше мы способны, неправильно говорить, именно любить, вот, но быть в связи, быть в контакте с другим человеком. А психопат, он, он в какой-то степени, вот, как шурафреник не в контакте с реальностью, так психопат, вот, как бы, не совсем в контакте с людьми. Наша лимбическая система, наши передние и задние поэстичные извилины, наше миндалевидное тело в нашем мозге, но парное, находится за висками дальше, передние и задние поэстичные извилины, находятся тоже в левом виске, вот здесь, чуть глубже. Вот, данные участки мозга дают им особенную возможность чувствовать боль другого человека. То есть, если у вас развита данные участки, хорошо, вот, вы, у кого было такое, что человеку больно, и вам больно там же, в теле, кто встречался с таким феноменом интерьер. Учитывайте, это не эзотерический феномен совсем. Вот, некоторые люди думают, что эзотерика, это не эзотерика, а так устроен наш мозг. Если мы видим, что другому человеку больно, вот, мы, мы, мы буквально чувствуем это на своем теле, и это связано с зеркальным отражением ощущений. Вот, я с этими вещами встречаюсь регулярно, постоянно. Если ко мне приходит какой-то пациент на терапию, и у него что-то болит, у меня там начинает черт поберенить. Если у человека болит, назовем это так, душа, вот, меня начинает поднывать сразу же. Если у человека происходили опленные вещи, я начинаю переживать эти вещи прямо на сесситерапии, либо потом, откуда эти переживания происходят, эти переживания происходят за счет связи, контакта. Это означает фронтальный кортекс, передние, задние поясничные извилины, и миндалевидное тело, они, получая информацию, входят в настройку человека. Вот, у психопата это невозможно. То есть, человек может бить, убивать, кромсать, отбирать, и у него ничего не возникает. Вот, как бы, контакта нет, связи нет, проводка нет, назовем это так. Вот, и чем более серьезная психопатия, вот, чем более глубокая, тем более жесткие вещи человек способен совершать. То есть, не каждый психопат, на самом деле, он будет именно бить, убивать, кромсать. То есть, есть уровни. Вот, из-за этого мы будем выделять акцентуированную психопатию. Это раз. Два. Мы будем выделять, условно, среднюю, стандартную, невротизированную психопатию и психопатичную психопатичную психопатию. На самом крайнем уровне, высоком уровне мы говорим именно о серийных маньяках, убийцах, насильниках, у которых нет границ. А легкий акцентуированный уровень, это, к примеру, допустим, люди, которые могут прекрасно имитировать обычных людей. Это могут быть эмоциональные психопаты. Ну, к примеру, допустим, девушка. Девушка может находиться в таком контексте, что вот она любит влюблять мужчин в себя. Вот, когда она влюбляет мужчин в себя, она начинает активно причинять им боли и страдания. Такая пациентка выходит ко мне на сессию, вот, и говорит, Боря, я чувство вины перед мужчинами несовместимы. Мне нравится влюблять мужчин в себя и, когда они влюбятся в меня, бросать их и наблюдать и кайфовать от того, как они мучаются. Вау. Вот, смотрит на меня, улыбается, так заигрывает глазами. Вот, вот, вот. И потом она как бы омолви в жизнь добавляет, вот, вы будете неплохим для меня трофеем. Даже не прикрыто, вот, вот так вот. Вот. А она была очень удивлена, когда я вот почему-то не повелся на ее прекрасные сексуализированные невербальные реакции. Она была шокирована. Обычно мужчины, они всегда ложились штабелями в этом с ней. Вот, она много попыток сделала и потом уже зачарованно ушла. Я ей сказал, знаешь, вот, я не могу излечить твою психопатию, на самом деле. Это раз. Вот. Но я могу ее усовершенствовать. Если ты хочешь, у меня есть куча профессиональных навыков того, как причинять боль другим людям более профессионально. Я думаю, ты аматор. Я могу тебя научить, как у тебя люди смотрят на меня. Что? Вот. И если психопат приходит к терапевту, если психопат приходит к терапевту, он всегда приходит с одной целью. Он всегда приходит с целью поиграть с психиатром, психотерапевтом. Выполнить опленную игру. То бишь, пациент подобного, подобного рода всегда, всегда видит в терапевте некоторую жертву. Если мужчина психопат, и он приходит, то, скорее всего, он хочет как-то обыграть терапевта, показать свою силу и значимость. Если женщина психопатка, очень часто это связано с потребностью символически или прямо соблазнить и потом показать, что ты как бы ничтожество. Вот. Но именно чистые психопаты, они чаще всего не проблемятся этим. Они почти напрямую намекают. Пример, очень красивая венчина. Вид, как фотомодель гранд своего журнала приходит ко мне и говорит, Брислав, я не понимаю, объясните мне, почему подруги мне говорят, что у меня есть проблема, а я думаю, мне ее нет. Ну, может, есть, вы мне поверите. Я говорю, в чем ваша проблема? Я говорю, она говорит, знаете, я не понимаю, почему я не могу приспать с мужчиной, которому мне нравится. Оказывается, у нее там куча любовников по всему миру. Она катается между странами. Вот каждый любовник хочет на ней жениться, конечно же. Вот. И она катается, как бы собирает дань. Эмпатии никому нету никакой. Когда я была 16 лет, а она была девушкой, вы не поверите, директора школы, которой было 26 лет. И у нее была большая любовь. Вот. Они хотели жениться. Когда она забеременела от его директора школы, она его бросила, абортировала от него ребенка, переспала, по-моему, своего другом и кем-то еще. Спустя несколько дней у этой директора школы спускался в подвал. И был взрыв какого-то баллона, ему оторвало ноги, он стал калеком на всю жизнь. Она смотрит на это. Ну что, это его жизнь, не моя жизнь. Ну и что? И потом она как бы живет в таком паттерне, постоянно проецирует этого человека снова и снова на других и не сочувствует мужчинам в принципе. Какое-то время спустя, проходя ко мне пару раз на терапию, она там, Борислава, вы говорите, не хотите прийти ко мне на сессиотерапию домой, примерно на вино и сыр? Я говорю, знаете, в моей жизни есть только йога, медитация и работа с клиентами. Извините, но к вину и сыру я еще не продвинулся так глубоко. Ну и это было недостаточно. Она пошла дальше, и она как-то раз прислала мне порнографическое изображение, где одна женщина занимается групповым сексом с двумя мужчинами. И сказала мне, Борислав, а вы так любите делать? На что я сказал, ничего не ответил, просто заблокировал ее контакт на парочку месяцев и потом отблокировал. Спустя эти пару месяцев она потом написала мне. В следующий раз, когда она пришла ко мне, а она ходила ко мне много раз после этого, она меня начала уважать. Она мне помимо отделила в сторону. И когда она приходила ко мне, она смотрела на меня уже совсем-совсем другим взглядом. И постоянно начинала отправлять ко мне клиентов с таким комментарием. Потому что если от нее приходят клиенты, они постоянно говорят мне фразы, знаете, вот Олеся нам сказала, вот есть другие терапевты, из Борислава. Вы думаете, из-за чего он это сделал? А граница, здесь какая граница? Я ей показал, что я не жертва. Я не позволю ей играть в эти игры. Она поняла, что я не позволю играть в эти игры. Да, да, да. Психопат, он может уважать силу. Он только силу уважает. Его нельзя заинтересовать просто, не знаю, изощренностью. Но если ты покажешь, что ты сильнее его в чем-то, мгновенное уважение, это не значит, что он откажется от попыток. Эта женщина еще ко мне приходила неоднократно и говорит, Борислав, ты же понимаешь, можно соблазнить любого мужчину. Я говорю, может быть, но я не уверен. У нее была постоянная такая неописуемая досада на лице. Ребята, еще пару минут отлучения. Сори, в этот раз мне надо отлучаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Пример другого мужчины-психопата, который приходил ко мне на сессии терапии. Он рассказывал, мне, знаешь, Бурь, мне очень нравится брать, находить девушек, которые хотят поделиться некоторой своей проблемой. Слушать их и наблюдать, как они чувствуют, что я полностью располагаю к себе. Я очень внимательный, очень тщательно расспрашиваю женщину, что ее беспокоит. Через какое-то время ей становится хорошо, даже очень хорошо со мной. И она начинает говорить мне, знаешь, например, Сергей, ты такой чуткий, ты такой прекрасный, замечательный слушатель, и я так благодарен, что ты у меня появился. И он говорит, в этот момент я кайфую, это ощущение, что мне на нее полностью плевать. И то, что верит мне в то, что я делаю, то, что говорю. Психопаты получают удовольствие от прямой либо скрытой беспомощности человека рядом. Если мы говорим о психопатах, у психопатов нет чувства не только сострадания. Они используют речь как инструмент привнесения, скажем так, своего доминирования в зависимости от своего интеллектуального уровня. Как я говорил, основные качества психопата – это бессердечие, дальше неспособность к эмпатии и, самое главное, неспособность к раскаянию. То есть психопат, какое бы действие он не совершил, он не видит в этом ничего плохого. В любом действии. Например, этот мужчина, пациент, психопат, говорит, мне так нравится изменять, не просто изменять, ему нравится. Мне классно кайфовать. Вот у меня есть жена, к примеру, да, и я иду, изменяю ей. Это так классно – не говорить. И она думает, что я гуляю, а я трахаю другую бабу, говорит он мне. Это так кайфово ощущать. Мне хочется снова-восновать. То есть цель у него не переспать просто с другой красивой женщиной, а цель испытывает некоторое ликование и удовольствие от факта того, что он изменяет, принижает и причиняет вреды другому человеку. Смотришь на данного человека и видишь, его глаза начинают быть иными, зрачки могут немножко округляться, увеличиваться в размере. Факт причинения боли другому человеку, причем он будет причинение более эмоциональной, так и физической, причиняет ему яркое удовольствие. В принципе, психопата можно таким способом скалибровать, даже, к примеру, когда человек смотрит фильм. То есть вы сидите рядом с человеком и наблюдаете за его глазами внимательно. Вы знаете, что расширение зрачков чаще всего – это возбуждение, и уменьшение зрачков – это противоположное состояние. Ну, при этом человек рядом с вами, говорит с вами, и он смотрит на вас, его зрачки расширяются, а с большой вероятностью он вас сексуально хочет. Ну вот, а либо же воспринимает вас как некоторую жертву, раз. Ну, есть вариации того, что он немного будет, не знаю, принял амфетамин, либо какие-то другие препараты. Вот, но если это коммуникация мужчины и женщины, зрачки сильно расширяются, то с большой вероятностью это говорит именно о сексуальном чувстве. Для психопатов агрессия и секс они очень сильно перемешаны. И для психопатов нетерпимо ощущать, осознавать, что они не способны доминировать над людьми. Для них переживание жертвы, жертвенной позиции просто абсолютно невыносимо. Они скорее умрут, чем откажутся от данной позиции. Далее психопаты просто потрясающие лгуны, и вот психопаты, они лгут очень часто ради удовольствия. Пол Экман говорил о том, что во лжи, при проявлении лжи, есть три ключевых чувства, которые появляются на лице человека. Первое чувство – это чувство вины, которое может быть, раз. Второе чувство, которое проявляется во время лжи, ну, кроме стыда и вину, мы объединяем в один коктейль. Второе чувство – это чувство, как вы думаете, какое? Ваши вариации, господа? Вина. Что еще? Неуверенность, возможно. Что за чувство? Может, презрение? Стыд. Это стыд? Это нормально. Страх. Страх. Ты можешь чувствовать вину за то, что делаешь не так, ты можешь бояться, что тебя уличат. И третье – ты можешь радоваться от факта того, что человек не догадывается, что ты лжешь. Психопатам неведомы два первых чувства. Психопат, когда он лжет, он никогда не покажет своим лицом чувство вины. Из-за этого в разуме большинства людей они воспринимаются такими правдивыми. Это раз. И далее психопат никогда не боится, что тебя уличат. У него нет страха. Люди, которые никогда не источают страх и вину, они очень приятны в коммуникации. Люди, которые постоянно боятся, тревожатся и чувствуют вину, они очень тяжелые. Они заражают этим других. Поэтому психопаты, они могут быть ультрахаризматами. Они могут быть просто очаровашками, уникальными, потрясающими. Ну, легко. Кажется, что эти люди, они обладают каким-то особенным, уникальным, потрясающим качеством. И психопаты, когда они лгут, они очень часто показывают именно эмоции радости. Они кайфуют от факта того, что другой человек ведется на их ложь. Поэтому на лжи психопата поймать трудно, если ты не знаешь, что он психопат. Как в истории с Акамерой Семёй Тимошенко, если наблюдать за ее речью, за то, что говорит, нереально скалибровать факт того, что она лжет. Она говорит вроде правду по классическим критериям нервальным. Но если ты калибруешь то факт того, что у нее есть критерия психопатии, то мгновенно, ну, не знаю, подожди, вот как-то слишком она уверенно говорит. Не слишком отчеканья на речи, слишком пристально смотреть в камеру. И не уйд глаза вообще. И не появляется, ты же в тюрьме, ты заключенная. Тебе там как бы типа плохо должно быть. Ну, ребят, для психопата нету отличий. Он в тюрьме либо нет. Его нет. Психопату хорошо на свободе. Но психопата хорошо и в тюрьме. У него не меняется эмоциональная сфера почти. Да. Поэтому психопат, когда он попадает в тюрьму, вот. Ммм, новая жертва. Можно немного проиграться. Говорит он. Это замечательно, это прекрасно. Далее. Следующее качество, кроме лживости, это эгоцентричность. Для психопата есть только вот другие люди, инструменты для, не знаю, достижения каких-то своих целей. То есть, более продвинутые психопаты, они осознают, что если ты помогаешь другому дожить цели, как-то это может помочь и тебе. Небольшие многокодовочки простраивать. Но, когда мы говорим о не слишком развитых, то может возникает такой эффект нарциссизма, дикого эгоцентризма, непонимания того, что, чтобы получить себе что-то, необходимо и кое-что дать. У психопатов нет абсолютно цели удовлетворять чужие потребности. Подобный человек в бизнесе заберет себе все, оставит вас ни с чем. И еще будет хвастаться тем, какой он хвастает бизнесмен. И будет повторять это снова, 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 снова и снова. Словесть не включается никогда. Манипулятивность. Психопаты, по крайней мере продвинутые психопаты, индивидуальные психопаты, они, как вам сказать, они воспринимают других людей как пешки. Для них люди, это пешки в достижении цели. Пешка есть, хорошо, пешки нет, она умерла, погибла, исчезла, не имеет никакого значения. Если психопат попадает на какую-то высокую должностную позицию, то иногда даже это может быть хорошо. Иногда. Но, увы, психопат, к примеру, на должности президента страны, как это, к примеру, происходит в России, а у господина Путина, естественно, психопатия имеет место. Вот, конечно же, вы замечаете, что действия Путина, они носят определенный очень специфичный характер. Они, как бы, вот, вроде бы рациональны с одной стороны, но с другой стороны он зря использует кучу ресурсов. И он эгоцентричен. Вот, он все делает ради своего эго. Он не делает для страны, на самом деле. Он уничтожает страну, уничтожает людей, одну цивилизацию, другую. Вот, из-за каких-то своих целей, без долгосрочной перспективы. И еще один уникальный критерий психопата. Психопаты, они не стратеги. Психопаты всегда тактики. Что это означает? Психопат не видит дальше опленного времени. Ну, к примеру, допустим, вы приходите к нам на тренинг, я беру с вас оплату тренинга. Вот, когда приходит день тренинга, я сбегаю. Вот это поступок психопата. Вот, а психопат делает это, потому что не думает, что мы с вами можем в будущем пересечься. Что мы кляжем в одном городе. Он может об этом как бы не подумать. Вот, он сейчас сделает, почему, а думает, а почему, я же деньги взял, взял. А что я это должен потом читать? Зачем мне это нужно? Все, пока-пока. Вот, нету долгосрочного планирования. Глупый психопат, он может быть просто вором таким банальным. Вот, и может делать подобные вещи. Более изысканные психопаты, естественно, крутят более, более изощренные, более витиеватые стратегии. И психопату очень трудно действительно убедиться, вот что ему нужно в что-то вкладывать. Психопат чаще всего не мыслит категориями, долго-долго вкладывая, а потом получая обратную связь. Ему нужно сразу получить, иметь, видеть перспективу четкую, яркую. Если он не верит, то он, скорее всего, делать не будет. Действовать, помогать кому-то долгий период времени, чтобы потом ему было хорошо. Нет, да и короткий. Психопаты чаще, они не будут помогать, они будут отбирать, брать силой. Им нравится не только удовлетворять свою эгоцентричную потребность, им нравится еще ощущать, что другие люди, они слабые и они жертвы. А он хищник и он хозяин. Он живет с таким ощущением и таким переживанием. Психопат и психопатичные профили – это профили человека, который не способен к духовным переживаниям в принципе. Есть определенные категории под профилей, которые вообще не духовны. Я считаю, ключевые категории – это шизоидные личности и личности психопаты. Если вы слышите человека, который считает «Бог, какой нафиг Бог? Ты чего? Какой-то бородатый издет на небе? Нужно быть дебилом, чтобы верить в Бога, чем-то незримое. Вот все это фигня для кретинов, кто-то придумал». Если вы слышите такие речи, с большей вероятностью человек, который говорит, он либо шизоидная личность, либо психопатичная личность. Психопаты не способны мыслить абстракциями. На них все конкретно, все буквально. Представить существование какой-то субстанции, которую нельзя видеть, которая помогает, поддерживает, просто нереально. С другой стороны, люди условно-духовные, чаще всего это люди эпилептоидные, люди истероидные, люди обсессивно-компульсивные, иногда люди шизофреничные, могут быть очень-очень-очень духовными личностями. Поэтому можно, в принципе, выводить пато-психологический профиль личности духовной и личности недуховной, стремящиеся к духовным переживаниям и отвергающие духовные переживания вообще. Психопаты очень интересно относятся к веществам, изменяющим состояние сознания. Психопаты предпочитают одни вещества и категорически отказываются принимать другие вещества. Какие препараты любят пушить психопаты? Пункт первый. Они очень любят алкоголь, обожают. Они пьют много и не пьянеют. То есть это человек, который может выпить реально литр и стоять на ногах, прекрасно общаться. Если вы слышите о таких людях, которые умеют эти вещи делать, есть вероятность небольшая, но есть, что человек является психопатичным. Например, допустим, истероидная личность, и эпилептоидная личность. То есть если они принимают алкоголь, они чаще всего пьянеют. Это видно, заметно, и они потихонечку утрачивают себя при повышении дозировки. Психопаты любят жесткие напитки. Они любят легкий алкоголь. Они не попивают пивко у себя, добавляют водка, коньяк по-мужски, по-жесткому. И так, чтобы другие люди отходили вообще полностью, а они еще держались на ногах. Для них это ощущение доминантности. Пить много, а не пьянеть, это чувствует доминантность, чувствует превосходство. Далее психопаты выбирают определенный фиксированный спектр наркотических препаратов. Какой? Психопаты любят, могут, не обязательно будут принимать, естественно. Но если психопат доберется, он может на этом специализировать героин. Это раз. И психостимуляторы. Психопаты любят кокаин и любят амфетамин. То есть либо угощение сознания. Либо гиперстимуляция. Чего психопаты не любят. Либо не понимают, либо ненавидят. Это вещества, которые в основном называются психоделиками. ЛСД, галлюциногенные грибы. Почему они не любят их? Знаете почему? У кого есть предположения? Они говорят, что это херня. Никогда не буду, больше это есть. Вот так говорят. Как вы думаете, и зачем? Предполагается. Удивительно. Не подконтрольно. Что еще раз? Не подконтрольно им. Нет. Опять же, они, если не мыслят абстракциями, может, она им не заходит. У данных препаратов есть специфическая особенность. Они возвращают человеку эмпатию и сочувствие. Когда психиатры в 50-60-х годах применяли, к примеру, препарат ЛСД-25 в лечении пациентов в клиниках, они обнаружили удивительную вещь, что если дать ЛСД-25 психопату, он начинает очень сильно мучиться. Просто неописуемо мучиться. Очень мучительно. И, к примеру, Станислав Гров неоднократно описывал примеры того, как люди с дисоциальным расстройством личности после работы с психоделической терапией, они начали чувствовать. Вот так вот. Правда? Станислав Гров говорит о том, что ЛСД-25 доказала свою именно валидность клиническую в основном в работе именно с психопатами, так как возвращала им сочувствие и сопереживание другим людям. А психопаты этого не любят очень сильно. Они, когда погружаются в этот психоделический трип, они неожиданно начинают чувствовать всю боль, которую они причинили другим людям. И вся боль, которая в сознании накопилась, заблокирована, она мгновенно начинает выходить в сферу сознательного. Поэтому на психопатов такие препараты либо не действуют, либо они через механизмы подавления перенаправляют энергию препарата на сексуальное чувство и вгоняются в секс, чтобы заблокировать переживания эмоциональные. Либо они входят в состояние жертвенности, плачут, просят их не трогать. Либо иногда мы видим элементы, называемые демонопатии. Гров описывал в работе с одной пациенткой, что во время работы с данным препаратом она вошла в состояние дьявола и говорила, что ее душа принадлежит мне. Дьявол с пациенткой нападал на Грова, беседовал с ним, чтобы Гров даже не пытался ее вылечить. Как Санислав Гров говорит, пациентка знала много вещей о терапевте неожиданно в данном состоянии, которые не дали было знать. И Гров говорил, что это необычно немного. То есть Гров намекает, что люди могли обладать некоторым странным экстрасенсорным чувством, экстрасенсорным качеством, когда они переживали данное состояние. Поэтому здесь, когда мы рано или поздно подойдем к тематике наркомании, я всегда выделяю две ключевых категории наркомании. Это героиново-амфетаминово-кокаиновое и марихуаново-психоделическое. Это люди, которые принимают то либо другое, они очень сильно отличаются. Более того, они различны радикально. Если человек психопат, он водка, героин, амфетамин, кокаин и без сочувствия. А этот человек покуривает травку и кушает грибы. Наоборот, это больше образ хиппи 60-х, который make love, don't work. И такой чудной, немножко придолбанный, не работает, одевается как попало, но не получает кайфа от боли других вообще. Наоборот, даже очень интенсивно страдает, когда видит боли страдания. А что еще? Психопаты смелы и избыточно смелы. То есть психопат может быть в разы физически слабее, чем другого человека. Он прекрасно может попробовать напасть на более сильного человека физически, пока будет уверен, что он потянет это сделать. Правда, он, если будет нападать, то он будет, скорее, со спины нападать. Для него подойти и сзади ударить кого-то, это легко. Психопаты, они не дерутся честным боем. Для них это абсурд. Зачем? Я же хищник. Зачем доказывать? Зачем соревноваться? Зачем выстраивать топленную иерархию? Если психопат дерется на ринге, он скорее перед рингом подсыпет что-то в напиток своего противника, чтобы тот плохо дрался на ринге. Для него понятие справедливой драки, справедливого боя не существует. Это бессмыслица, не имеющая никакого абсолютно значения. Поэтому они абсурдно смелые. Психопат не боится смерти. Психопат не боится умирания. Из-за этого он может быть просто отличным бойцом, физическим воином. Если его натренировать, он может делать огромные вещи. У психопата отсутствует абстрактное представление, поэтому психопат не только не может представить, что такое бог, а психопат не очень может представить, что такое смерть до конца. Именно поэтому страх как такового у него может и не возникать. Из-за этого даже слабый физический психопат может победить более сильного физического человека. Психопаты в многих профессиях, в многих стезях, они могут выигрывать у других людей, потому что у них нет рамок, нет чувства иерархии как такового, нет ощущения того, кто выше, кто ниже, чаще всего. Но иногда, если они встречаются с человеком, который, увидев их игру, все-таки их подавил, они на какое-то время начинают уважать. Что это значит? Психопат начинает быть почему-то вежливым, очень тщательным, очень аккуратным. Но что это значит? Что он полностью принял вас и будет вашим другом? Нет. Психопат при малейшей возможности нападет на вас. Не знаю, обворует причину какую-то физическую боль. Психопаты уважают только силу. Если психопат видит, что вы явно сильнее его в чем-то, он делает два действия. Либо он разочаровывается и уходит. Это раз. Либо он продолжает приходить к вам. И им очень интересно выяснить, что вы такое делали, как вы это делали, что вы пришли к оплёному уровню силы, какого-то знания. Как пациенты, психопаты приходят на терапию крайне-крайне-крайне редко. Мужчины-психопаты – единичные примеры за долгие-долгие годы. Единичные примеры. Женщин-психопатов побольше. Я считал такую тему, что где-то в среднем за год приходит одна девушка-психопатка. Это раз. Мужчина-психопат приходит раз в два-три года. Редко. Правда, редко. Реально редко. Такие очевидные. Почему так редко? Все очень просто. Психопата не нужна терапия. Если услышать когда-нибудь такую тему. Мне друзья говорят, что у меня есть проблема. Скажите, а у меня есть проблема? С почти стопроцентной вероятностью перед вами психопат. Калибровать можно с первой фразы. Да, Рома, говори. Слушай тебя. У меня как-то из клиентов была девушка-психопат. Не сразу, очень не сразу это выяснил. У меня вопрос. Могут ли эти психопаты испытывать, то есть быть ОКРщиками еще при этом? Ответ. Или МДП? Вот. Так, смотрите. Или это будет что-то другое? Я считаю, некоторые фильмы раскрывают тему психопатов с ОКР. Это раз. Мое личное представление, что ОКР, буквально, вот как симптом, оно не может быть проявлено психопатом. У психопатов они импульсивны и могут быть порой непоследовательными. Они ведутся импульсом. А психопаты, у них почти нет навязчивости. Вот я имею в виду делать что-то ритуально, если мы воспринимаем это как ОКР. Ритуальные действия навязчивые. Но у психопата, как убийцы, может быть, там, не знаю, свой какой-то, не знаю, стиль. Там, как убивает, как задушивает кого-то, либо что он делает, как бы отыгрывает определенную роль специфичную. Ну, так что у психопата, в смысле ОКР, который убирает долго, многие часы комнату, либо психопат, который возвращается проверить закрылую дверь, либо нет, либо выключил ее утюг. Этого нет. Смотрите, при ОКР, если ты не выполняешь ритуал, у тебя появляется навязчивое ощущение тревоги, что произойдет что-то плохое. Страх буквально. Но психопатам не ведом страх. Поэтому каким способом ОКР может быть совместимым в психопатии? На основании чего? А МДП? Тоже нет? Может где-то есть, но я никогда не видел такого. Единственное, что в маниакальной фазе МДПшник ведет себя порой как психопат. Ага, понял. Да, да, да. В маниакальной фазе психопатичное качество, к примеру, при мании у человека может быть отсутствовать полностью чувство сострадания, ощущение своей величия, ощущение того, что может нарушать рамки. А при депрессии все наоборот. Поэтому при МДП мания, она сопровождается психопатичными качествами. И при этом человек может очень сильно на беда курить. Очень сильно. А потом только придет к выводу, что он очень неправ. Спустя дни либо месяц это все полностью проявится. Поэтому ОКР чистая и психопатия, а мое личное мнение, категорически нет. Не должно состыковаться. Сама суть психопатии противоречит ОКР. Психопат не испытывает тревоги. Он не может беспокоиться о ком. Ему это неведомо. То же самое при МДП. При депрессивной фазе человек чувствует себя куском дерьма. Чувствует себя ничтожным, никому не нужен и ничего у него не получится. Радикальное противоречие с качествами психопата. Если у тебя психопата, который иногда чувствует себя ничтожным и жалким, и которого у него ничего не получится, то это не психопат. Sorry. Поэтому эти вещи не накладываются. И какие-то еще вопросы? Спасибо. Какие-то вопросы у вас есть еще? Надеюсь, по этому поводу. Так, если нет. Также какие качества... Да, говорит кто там хотел сказать. Маша, да? Нет, молчание. Еще качество, которое я зафиксирую. Ребята, подлость. Я говорил, психопат, если он дерется, он чаще всего... Он не хочет честной схватки. Это человек, который на улице сбоку из темноты накинется. Он никогда не будет вызывать другого человека на честный бой. Психопат не будет действовать по правилам. Психопаты будут идти в обход правилам. Почему? Это более короткий путь. Это мы с вами, обычные люди. Социально у нас правила есть какие-то. Психопату плевают на правила. Если вы видите прямой путь, он пойдет напрямую. Зачем ему зарабатывать деньги, если он может это брать? Это же проще. Поэтому подлость – ключевое качество. И они обожают биться спиной. Они обожают это. Они не просто делают радиоэффективности. Они обожают чувство беспомощности. Человек не ожидал, человек спит, человек не думал об этом. Они подходят, хлоп, выполняют оплёные действия. И вот тут-то и они получают кайф. Они могут коллекционировать таких людей. И они могут быть даже мотивированы совершать эту подлость. Как я говорил у пациента, он говорил, мне нравится факт того, что я иду, изменяю и кайфую от факта того, что жена не знает, я это делаю. Вкусно, вкусно, вкусно. И еще очень важная вещь, если вы видите, что психопаты могут быть недалекими. Психопат не способен учить на своих ошибках. Что это значит? То есть, если его кто-то обламывает, он повторяет потом навязчиво это действие. А психопаты реально в некоторых вещах ригидные. Естественно, относительно. Но в зависимости от индивидуального уровня многие психопаты снова и снова попадаются на оплёных преступлениях. Почему не способны учиться на своих ошибках? Потому что они искренне думают, что они совершают ошибки. Как-то все складывается, значит, не получают. Тут не я ошибаюсь. Это как бы вот... Вика, слушаю вас. А если психопат нарвался на мазохиста, который кайфует от того, что ему причиняют боль? Он потеряет к нему интерес? Анекдот. Собрались, садист и мазохист. Мазохист говорит, сделай мне больно. А садист говорит, ня-а-а. Вот. Такая метапсихопатия получается. И честно скажу, ситуация анекдотичная. Это психопат. Вот. И уникальная. Нет, это такое бывает, правда. Потом они, правда, расходятся. В сексуальных процессах такие вещи есть. Там, не знаю, что парень пробует, к примеру, изнасиловать девушку. Типа ее насилуют. А после секса девушка говорит, слушай, а может в следующий раз ты еще меня изнасилуешь? Ну, вот. Реальные картинки могут быть. Вот. Такое бывает, правда, бывает. Есть такие истории веселые. Вот. Психопат теряет интерес. Ему нужны ощущения охоты. Он охотник, он хищник. Он охотит за людьми. А если люди сами подставляют попу и говорят, давай. У него не будет драйва полноценного. У него не будет ощущения, что он действительно превосходит. У него будет чувство, что он был кем-то использован. А он этого совсем не любит. А если у вас вопросы ко мне? Сейчас. Так. Вопросы, вопросы, вопросы. Наталья, я слушаю вас. Скажите, пожалуйста, вот поскольку психопат, вот у него, в принципе, работает вот эта левая фронтальная извилина, да? Не работает. Да, она вообще не работает? Нет, фронтальный кортекс у него работает. Но недостаточно, чтобы контролировать многие свои действия. Фронтальный кортекс связан с контролем и дисциплиной. Но психопат, контроль и дисциплина – вещи слабо совместимы, на самом деле. Так вот можно каким-то образом это усилить, например, гипнозом или, я не знаю, током каким-то или еще что-то? Что именно усилить? Что именно усилить? Подождите, усилить. Да, ну, я имею в виду работу вот этой извилины, вот этого кортекса префронтального каким-то образом. Ну, то есть это, в принципе, не поддается никакому, ну, я уже не говорю лечению, исправлению, коррекции, что ли. То есть вот человек родился таков, и вот он таков есть уже, да, мы ничего не сделаем с этим. Смотрите, психопат, пункт первый, психопат не может захотеть лечиться, его нужно только принудить жестоко. Понимаете? Это раз. Вот. То есть человек, который… Психопаты кайфуют, это такое же, им им нравится. Единственное, кого можно пробовать лечить, это людей, которые предварительно возили в клинику. Вот, это раз. Далее, считается, что психопатия как бы не лечится, с одной стороны. С другой стороны, отдельные исследователи, я повторю, я вам говорил, говорят о том, что вещества энтеогенного психотерического тока, они могут преобразовывать психопатию и возвращать чувствительность. Вот. Ну, это, скажем так, стабильно или это все-таки на время, пока вот человек под влиянием этих… Я немного читал описание работ с клиентом, но Станислав Гров говорит о том, что психоделики, они давали одни из наилучших результатов в работе с антисоциальными расстройствами личности. Вот. В современном обществе чаще всего эти препараты запрещены, я имею в виду не на улице запрещены, я имею в виду запрещены в клиниках. Да, да. По крайней мере, в России, Украине, СНГ, они под запретом. В Америке они в клинические использования возвращаются шаг за шагом, вот, их психиатры начинают принимать, вот, там, там тема развивается. Когда к нам она в клинике придет еще, мне ясно, то есть это в будущем, вот, все-таки наши врачи, они будут принимать эти вещи на вооружение. Опять же, повторю, самая большая проблема в том, что вот психопаты не хотят лечиться, и можно их тоже жестоко принудить. Тогда могут быть какие-то, вот, вот, вариации. Это может предоставаться на генетическом уровне, в том числе. Да, есть. Если сын или дочь в семье, вот, вот, вот так, это же, ну. Да, считается, считается, что есть предотположенность генетическая у психопатов. Вот. Теория дегенерации мороля психиатра немецкого, созданного в 19-м столетии, говорит о том, что он анализировал, что психопаты очень часто появляются в семьях, где, ну, его предки какие-то страдали расстройствами. То есть, пример яркий мужчина, психопат, тот, который кайфовал от того, что он опричняет боль другим женщинам, изменяет им, вот, не говорит об этом, вот, кайфует ощущение превосходства. К примеру, он мог говорить, что, а я иногда бью свою мать, к примеру, с таким наслаждением, смотрит, говорит мне. Вот. Хотя, вроде, по виду не кретин, вот, а мать у него шизофрений. Вот. То есть, к примеру, психопат, мужчина, очень часто это сын матери шизофрений. Неоднократная картина, я видел подобное. Неоднократная. Вот. Ну, не просто матери шизофрений, а матери, которая жестоко травмировала его. Вот так. То есть, такие матери, они обычно не просто неадекватны, они многие вещи делают по поводу сына. Там, бьют его, орут на него, кричат на него и так далее. Вот. В таком случае иногда появляется чистый психопат, иногда истероидный психопат. В чем отличие истероидного психопата от чистого психопата? Чистому психопату необязательны зрители. Он взял, кому-то это не понравилось, убил, в лес затащил, изнасиловал, закопал. Все. А делов-то там нужно. А истероидный психопат, он любит публику, любит делать так, чтобы его оценили, чтобы он был на виду. Он кайфует от боли других, но ему важно сделать театр. Вот. Важно, чтобы другие видели, осознавали, кайфовали, какой он. Вот, Вика, ваш вопрос. Да, я хотела узнать по поводу гипнабельности психопатов. Насколько они гипнабельны? Не гипнабельны абсолютно. Так не гипнабельны, что работать с этими людьми, появляется ощущение, что гипноза не существует. А если человек гипнабельный, я гарантирую, это не психопат. Как тест небольшой. Эффекты от попытки гипноза, да, это не психопат. Я буду говорить о различиях. Смотрите, есть... Это моя личная находка за долгие годы. Есть психопаты, есть истероидные психопаты. То есть люди, которые обожают боль причинять другим людям, но еще и демонстративные. А есть психопатичные истероиды. И это разные вещи. Истероидный психопат и психопатичный истероид. А истероидный психопат, он в ядре своем, бесчувственный. И он не испытывает сострадания. А психопатичный истероид, он хочет играть роль такого отвязного, бесчувственного. Я видел таких людей. Вот смотрит, кажется психопат. А на самом деле нет. Истероиды порой играют эти роли. Иногда можно запутаться. Самые лучшие тесты – гипноз. Попробую ввести в гипноз истероидного психопата, ничего не получится. А попробую ввести в гипноз психопатичного истероида, войдет как вообще улетит. Легкое вхождение в гипноз по влиянию другого человека. Почему психопат может ввести в гипноз? Почему? Тоже яркий критерий, возможно, у психопата. Психопат говорит, У меня многие люди вводили в состояние гипноза и ни у кого не получалось. Если слышите такую вещь, знаете, с большой вероятностью перед вами психопат. Аккуратнее с этим. Особенно если многие пытались психопату в кайф ощущать, что его профессионал какой-то вводил в состояние транса, и он не позволил. Работая с такими людьми, они говорят, а вообще ничего не происходит, принципы ничего не происходят. Ноль. Ноль на массу. Вика, слышу вас. Первый вопрос к вас. Даже если у него только акцентуация психопатичная, все равно негитабельный. Сейчас будем переходить к акцентуациям. Там все чуть-чуть непросто. Я буду говорить об этом. При акцентуациях мы имеем термин психопатичная акцентуация, термин введенный вновь. Это раз. Вот я писал какие-то определенные статьи по этому поводу. И что я имею в виду под психопатичной акцентуацией. Сейчас я вам прокомментирую. Под психопатичной акцентуацией я имею в виду человека, который выборочно не испытывает чувства вины в определенных узких сферах жизни, но других испытывает. Вот при обычном понимании темы психопата этого нет. Поэтому я понял, нужны отдельные термины. Ну, пример, допустим. Есть женщины, которые вообще не испытывают сострадания к мужчинам. Но при этом кошечкам, собачкам они очень любят. Мои котики. Да, замечательно. Как им как-то объединить? Женщина мучающая, буквально пытающая мужчину, но она обожающая котиков с мамкой своей. Вот сам. Из-за чего? Есть разные категории акцентуированных психопатов. Я расскажу эти категории, которые я уделял. Моделька очень красивая. И тема акцентуированной психопатии, она очень хорошо подходит для терапии. Потому что к психотерапевтам, психологам почти никогда не ходят чистые психопаты. Никогда. Но акцентуированные психопаты ходят. У них заблокированы выборочные отдельные категории. Это Олена Форума. Слушаю вас. У меня вопрос, с какого возраста мы можем диагностировать, в принципе, диагноз ребенку? Психопатия? То есть, какие ограничения при этом существуют? Есть детская психопатия. Отдельная уникальная тема. Редкая. То есть, детская психопатия. К примеру, маленькая девочка, уже 6 лет, играется с мальчиком в песочнице. Мальчик отбирает игрушечку. Девочка знает, что у папы там ружье. Она едет домой, достает ружье папы, подходит к песочнице и расстреливает этого ребенка. Такие дети обычно обожают мучить животных, кстати говоря. Ну вот там, вырезать кому-то глаза, отрывать лапы, казнить, пытать. Один из самых ярких примеров того, что подрастает психопат, это навязчивая потребность мучить, подчинять боль домашним животным. Там можно верифицировать. Этот ребенок еще не может мучить, пытать других. Ну, в 5 лет это может проявиться, уже в 6 может проявиться. Раньше называли это одержимостью, какими-то злыми темными духами. Где ребенок маленький может совершать ужасающие действия. Ребенок берет там нож, убивает другого ребенка. Обычно у детей эти вещи не включаются. Но в раннем детстве я границ появления детской психопатии не скажу, но я предположу, что с 5-6-7 лет в принципе уже подобное поведение можно верифицировать. Но примеры проявления именно детской психопатии, я считаю, они редкие. Это что-то особенное. Ну, правда, я не видел ни одного примера. Именно детская такая суровая психопатия. Благодарю. А это обязательно оброжденный должен быть? Тут динамент. Или же приобретенный, может быть? Некоторая дилемма. Часть говорят, что это врожденное, а часть говорят, что это какая-то... Есть предположение, что это родовая травма. Так, какая-то специфичная. Я приведу пример того, что можно называть ключевой родовой травмой. Молодой человек показывает оплённые качества психопатичные. Он рассказывает... Точнее, не родовая травма, извиняюсь, перинатальная травма. Он говорит мне, когда мама была на восьмом месяце беременности, она упала и поломала бедро. Я исследовал его на подсознательном уровне. Он воспринял этот удар, падение матери, перелом бедра в перитальной сфере, так, как будто мама его убила. Далее. В анамнезе некоторых психопатов есть период избиения их в перитальной сфере. То есть, например, когда мужчина бьёт свою беременную женщину, жену, то если он попадает по утробе и младенец испытывает удар там, то когда человек рождается и подрастает, факт удара по младенцу, он может превратить его в психопата. То есть энергия накапливается. Если ты эмбрион и по тебе наносит удар, потом ты чувствуешь, запечатлеваешь эти вещи, и потом ты испытываешь неописуемую потребность мучать, пытать, подчинять просто неописуемую боль. Это ещё один пример. Поэтому если вы видите людей, которые особо изощрённые это делают, гляньте, может, папа бил маму сильно, когда она была беременна ими. Так, ребята, я предлагаю сделать 10-минутный перерыв на перекор. И перепутки. И кому-то пережор. Отдыхаем. До 22.02. Отдыхаем. 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 Продолжение следует... 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 кайф удовольствие и наслаждение этого ребят модель психопатичных акцентуаций я их выделил целый ряд и хочу сначала и засчитаю список и потом остановимся на каждой из них кратко чтобы по исследовать первая сексуальная ситуация это сексуальная психопатическая ситуация потом финансовая потом социальность оксусная потом эмоционально причастную акцентуацию далее психопатия коммуникативной лжи далее экспериментально когнитивная психопатия ситуации далее агрессивная ситуация и диссоциативно а психопатичная ситуация Сексуальная психопатия – это человек, который легко и с громадным удовольствием нарушает опленные сексуальные запреты. Если вы видите человека, который, допустим, хвастается, что я совсем недавно был или была на тусовке свингеров, к примеру. Либо совсем недавно участвовал в кинки-пати. Кто знает, что такое кинки-пати? Поднимите руку. Я говорю термин. Никто не знает, да? Правда, никто? Первый раз слышали это слово? О, хоть Лена знает. Ну, слава богу, хоть один человек в курсе. Что такое кинки-пати? Это в большом доме собирается толпа народу. Они там могут быть в масках. Ну, и ты подходишь к кому угодно и снимаешь штаны вперед. С одним, с другим, с третьим, с четвертым, с пятым. Говорят, набирает популярность долгие годы в Европе, в России, в Украине. Вот такой тустяк интересный. Я слышал такую вещь, что некоторое подобие кинки-пати было... Кто слышал такое имя как Ошо? Вот, как философ такой индийский. Есть много книг Ошо. Но мало знают, как устроить... А кто-то знает, что Ошо, адепты Ошо практиковали свободную любовь. То есть храм Ошо. Храм. Вот. Это в Индии такой домик. У меня просто одна пациентка там была. Ну, говорила, что ничем-то не занималась. Не знаю, врёт ли. Вот. Это ты в Шиву проезду за храм Ошо, ты сдаёшь анализы на венерические, заходишь, и там может кому угодно подходить и предлагать. Вот. И вперёд с одним, другим, третьим. Может быть, предположение того, что кинки-пати возникло именно оттуда. Возможно. Так, ну, это предположение. Вот. То есть если... Смотрите, я не прошу вас руку поднимать. Вот. Вот так вот делать. Но задайте себе такой вопрос. Вот. Как вы относитесь к свингерству? Если вы в паре, можете спокойно взять, обменяться партнером, переспать, вернуться обратно, жить спокойно дальше. Если у вас нет психопатийки здесь, бесчувственности некоторой, у вас будут оплённые проблемы эмоциональные. У человека, у которого лимбическая система работает, привязанность партнера сильная, вот, по факту контакта с сексуальным другим человеком, даже по договорённости, это будет вызывать дичайший конфликт внутренний. Это трудно сделать. Это напросто. Вот. У сексуального психопата вот там всё как-то попроще. Ну и что тут такое? Без проблем. Вообще ноль. Нормально. Вот. Вот. На минимальном уровне, на минимальном уровне, сексуальная психопатия – это вообще не испытывание никакого чувства сострадания и вины за измену. На минимальном уровне. Вот. И такие люди могут годами, десятилетиями жить в браке и параллели, допустим, заводить любовниц, любовников. Вот. И при этом кайфователь жизни вообще не… Очень много таких людей я видел среди мужчин высокостатусных, чаще всего, которые вот обладают таким качеством. Интересно. Алла, я слушаю вас. Вопрос. А они при этом ревнуют свою, не знаю, жертву, подругу, как её там называть? Да. А она не имеет права это делать, чаще всего. Вот. У таких людей, подавляющих больших случаев, именно у статусных мужчин, вот, у них всё очень специфично устроено. То есть они могут, они не могут, и женщины их не могут. Вплоть до убьют топором, если его знаю. Вот. Ну, такие камендоведи, а мужчина говорит. Ну, что-то. Вот сам. Маша, что, вопрос у тебя? Ну, я ещё хочу добавить по своим наблюдениям, что они мало того, что, да, любят там какие-то свингеры, вечеринки, но они могут своего партнёра туда вытащить, а потом в этом же партнёра и обвинять. То есть это даже не то, чтобы ревность, это какая-то, знаешь, ну, типа, этим же и накажу. Сейчас вот такое вот. Так, так, так. Не приватное. Подзуживание. То есть, к примеру, скажу. Мой пациент, он говорит мне о фантазии того, что очень долго ему хотелось секса втроём. Два мужчины и одна женщина. То есть он ещё один мужчина, и он пробовал склонять свою бывшую жену, у неё не получалось. Во время прохождения терапии у меня он нашёл женщину. Вот. И, в общем, он говорит, Боря, пойду-ка, мы хотим пойти в этот массажный салон на парный массаж. Что такое парный массаж? Это когда вот вы приходите в бордель, вот, и, ну, как пара, мальчик и девочка. Вот. И мальчика массажирует девочка, а девочка массажирует мальчика. И они друг друга наблюдают, как вот их партнёра кто-то мастурбирует. Вот. Как ему комфортно это было сделать. Правда, пара рухнула через какое-то время. И девочка, девочка всё-таки в ней была. Потом не выдержала этого. Вот. Рухнула пара через две недели после этого. Ну, тем не менее. Особенное желание у него было. Он потом пробовал склонять такой фантазии следующую вещь. Вот. Такая потребность в экспериментах в некоторых странах. У подавляющей большей людей есть какие-то сексуальные фантазии. Вот. А громадное количество людей, допустим, на сознательном уровне было как бы фантазией. Не возражали бы там доняться сексом втроём, к примеру. Или там фантазии группового секса у некоторых пациентов. возникают. Но на деле воплотить подобную фантазию трудно. То есть человек может фантазировать. Там, не знаю, предаваясь в процессе самовредовления, как он это делает. Но ягду дила. Так. Вот. Сразу что-то тормозит и останавливает. Если этот барьер легко пересекается. Ну, вдвоём. Ну, втроём. Ну, вчетвером. Вот. Вот. Это говорит о том, что там некоторые барьеры подсломлены. Вот. И я воспринимаю это как определенную форму сексуальной психопатии. Такие люди могут быть весьма чувственными. Весьма эмпатичными. Весьма добрыми. Весьма, весьма, весьма. Но там почему-то по причинам это выключить. Барьер сломлен. И потом содержание этого подсознания начинает снова и снова проникать. «Хорошо-то или плохо?» Ребята, знаете. Вот. Как-то всё неопределённо здесь. Но, правда скажу, за подобные вещи… Давайте так. Попробую объяснить. В нашем подсознании есть очень большое количество ролевых форм. Это раз. И пробуждая какую-то форму… То есть, к примеру, если вы… Я понятия не имею. Не знаю. Кто-то из вас предавался сексу втроём, либо групповому сексу. Но я знаю одну вещь. Если человек попробовал что-то подобное… Назад возврата нет. Что я имею «назад возврата нет»? Это означает, что ваш мозг больше не будет давать достаточно дофаминовой секреции при обычном сексе. Sorry. Вот. Пример пациентки. Приходит ко мне девочка и говорит, знаешь, Борь, я начала заниматься групповым сексом. Ну, я занималась сексом втроём. Две девочки, один мальчик. Потом попробовала три девочки, один мальчик. Вот. И сидит передо мной, так не знаю, на стуле. Берёт ногу свою при этом. И ногой своей нежно, аккуратно касается моего колена. И говорит, Борислав, а вы пробовали заниматься групповым сексом? Борь, не знает, как бы не пробовал, как бы у меня нет особого желания этого делать. А смотрит, говорит, а вы попробуйте. Интересно. Правда, редко я вижу, очень редко я вижу пациентов, которые признаются в том, что они занимаются групповым сексом. Я не удержался расспросить вот там вот её. Скажи, пожалуйста. Я говорю, а вот после того, как ты это сделала, что ты испытала? Она говорит, я испытала приход неописуемый, который никогда не испытывал во время секса. Обычный. А я говорю, а потом ты можешь комфортно заниматься сексом с одним человеком? Он говорит, меньше ощущений. Не так меня колбасит хорошо. Вот. Там особенная потребность привязанности возникает. И потребность снова и снова повторять данный ролевой паттерн. Как бы захватывает это. Вот. Таким образом человек выбивается из обычной ролевой формы. Вот. И расширение данной ролевой формы, естественно, сказывается и на лимбических процессах. У нас во время секса активно выделяется гормон окситоцин, гормон привязанности. Кстати говоря, у психопата он не выделяется. Секрет. Вот. И если вы переспите с человеком, вот, даже если вы его не любите, у вас, как бы, по идее, должно возникнуть ощущение родственности по поводу человека после этого. Это синтез окситоцина в гипотоламо-гипофизарной системе. Если вы после секса с человеком, вот, вот, как бы, можете спокойно переспать, уйти. Вот. А, ну и что? А мне пофиг на него. Вот. Это говорит, что ваша гипотоламо-гипофизарная система по каким-то причинам не синтезирует окситоцин, не выделяет гормон привязанности. Вот. И для того, чтобы спать, там, не знаю, с энным количеством партнеров, необходимо, чтобы окситоцин не выделялся. Это будет полный ад. Получается, вы для своего мозга расплодите громадное количество кого? Родственников. И за всеми заботиться надо. Ухаживать за ними, любить как-то надо. Чувство ответственности будет появляться. Желание денег давать, там, не знаю, еду варить. Вот. Когда вы видите людей, которые могут, там, не знаю, там, со сотнями партнеров спать, как-то раз, ни один пациент говорил, ни один бодибилдер, говорит, как-то раз у меня было за сто дней сто женщин. Вау. Молодец. Вот. И если вы видите таких людей, это сексуальные акцентуированные психопаты. Гипоталама, гипофизарная система не синтезирует этот окситоцин. Ему можно приспать, уйти дальше и у него не будет никакой привязанности к этому. Маша, слушаю тебя. Ещё такое тоже наблюдение. Вот ты говоришь, окситоцин, и я так делаю выводы. Вспоминаю, что получается, что, ну, как обычно бывает, что после секса, если люди там, всё у них окей, хорошо, они где-то там хотят друг с другом обняться, да? Да. А вот психопаты сто процентов нет. Он готов там отвернуться и заснуть. У него вообще пофиг. Да, ноль. То есть у него действительно не возникает. Я просто так наблюдала, думала, почему это, почему это на уровне физиологии. А это акцент особенно проступает, когда именно контакт губит. Психопаты могут целоваться. Вот. И смотри, ещё, кстати, хочу добавить. Ну, это реальная ситуация моя 12-летняя с бывшим мужем. Он вообще не любил целоваться. Я вот обращаю внимание, что они не умеют и они нечувствованы, и им это не надо. Не надо. Я объясню, почему. Первичный синтекс окситоцина в гипоталама и фавизарной системе возникает в процессе первичной лактации молока. То есть в молоке матери содержится окситоцин. Именно поэтому мы так любим свою мамку чаще всего, либо наоборот не любим. Вот. Первичная любовь к маме, она напрямую связана с тем, что мы привязываемся к ней, потому что мама нас кормит наркотой. Вот. Которая сама и вырабатывает. Вот. Поэтому мы от неё отстрять не можем так долго порой. Да-да-да. Вот. И когда с молоком матери в нашу кровь попадает окситоцин, он запал запускает синтез здесь. И потом этот синтез окситоцина начинается тогда, когда мы целуемся с партнёром. Когда мужчина и женщина целуются. Вот. Начинается синтез. Это первичное объединение. Вот. А если вам главный генитальный контакт, а контакт не имеет особого значения, то большой вероятностью цикл синтеза окситоцина у вас нарушен. Вот. Потому что это абсолютно различные формы, скажем так, гормонального удовольствия. Вот. Поэтому, да, психопаты предпочитают такой грубый генитальный секс. И вот все эти нежности, тёмки-тёмки, они фу-фу-фу. Всё это так. Детский сад какой-то. Аллена. Вопрос. Если ребёнок искусственник, то есть его не кормила мать грудным вскармливанием, это может способствовать разрушение цикла выработки окситоцина у человека вдоль носа. Да. В точку попали. И я это давно заметил. Но психопаты не формируются. Чаще шизоиды формируются при этом. Да. Да. Шизоидные личности. Шизоиды ведь секса в принципе не любят. Для них целоваться вообще как-то и бессмысленно. Да и генитальный секс для них очень часто так бывает. Как говорят они, ну я не понимаю, что там они находят в этом сексе. Я говорю, а что ты вот с парнем встречаешь за два года. Он говорит, ну потому что бы не выделять все столпы. Вот как-то все делают, я это делаю. Вот. Шизоиды они как бы к сексу не дата. Они они бесчувственны. Это если у кого-то… Да. Знаете. Вот если человек любит целоваться, с большой вероятностью он не психопат, не шизоид. С очень большой вероятностью. Да, да. Делает тёмки, 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 тёмки. Вот. Если он не играет, конечно. Ну и естественно по нарастающей. Если сексуально акцентуированная психопатия переходит на более высокий уровень, уже не акцент на более высокий уровень, а невротический и психотический, там уже у нас перверсии идут. Вот. Если мы говорим о невротическом уровне психопатии сексуальной, там уже потихонечку появляются такие влечения, искажающие сексуальность. В принципе, гомосексуальность сейчас в психиатрии не считается патологией. В американской психиатрии с 70-х годов, в советской психиатрии с 90-х годов. Это же гомосексуальность была всё-таки у нас сексуальной перверсией. Её убрали из списка по политическим причинам, как вы понимаете. Так и говорят психопатии врачи. По политическим причинам. Не потому что это, естественно, об этом в Европе говорить особо нельзя. Гомосексуалист является человеком, естественно, полностью равнозначным. Но гормональные процессы гомосексуалистов, они иные. И старая психиатрия говорила о том, что там всё-таки есть огромные, очень тяжёлые проблемы. Поэтому, если бы по старой классификации мы говорили, то гомосексуальность можно было бы причислить к сексуальной психопатии. Кстати говоря, по поводу психопатии и гомосексуальности здесь очень двоякая интерпретация. В своё время я сделал гипотезу предположения, моя личная гипотеза о том, что гомосексуальность всегда врождённая только у одного пола. Мужчины изначально всегда гетеросексуальны и женщины всегда изначально гомосексуальны. Объясню, что это означает, почему я вывел такую аксиому. Всё очень просто. От процесса первичного объекта либидо-котексиса. Что это значит? Все мы совсем грудь матери. Ну почти. И при сосании к груди матери вы знали, что у младенцев мальчика появляется эрекция. Если смотреть, что с ним происходит. Если маленький мальчик младенец, если грудь мамы, у него появляется эрекция, его пися приподнимается. Я расспрашивал много своих студентов, у которых были дети. Если мальчик, то да. Что это означает? Это означает, что сексуальное отрождение и первичное лебеденозное чувство появляется от сосания в груди матери. А это означает, что и девочки это делают. То есть мы не можем видеть эрекции у девочки. Но я предполагаю, что и у девочки, когда высосали грудь мамы, у вас было сексуальное возбуждение. В свое время я проводил некий эксперимент. Взял человек 10-15 своих студентов и спросил вам, вы помните, как высосали грудь матери? Все не помнили. Я их погрузил в состояние гипноза, ввел их в состояние регрессии и попросил их спуститься до года где-то, чтобы они вспомнили, как они создали грудь мамы. Все вспомнили. И у них были ключевые чувства при этом. Три ключевых чувства. Первое чувство – это было сексуальное возбуждение. Раз, два, раз. Второе – да, да, да. Одно из ключевых чувств – время лактации или сексуального возбуждения. Чувство присыщения и потом сильный гнев, как мета-чувство. Сильный гнев – это мета-чувство. Это чувство по поводу вспоминания. То есть, если вы будете проникать туда без элемента супер-эго, когда ребенок сосет, у него нет супер-эго. У него нет морали. Поэтому он легко это делает. Но когда ребенку три года, и у него эго появляется, эго-структура, факт лактации груди уже травмирует эго-структуру. То есть, мы можем сосать грудь мази до тех пор, пока мы еще не личности. Но как только мы личности, это нужно категорически запрещать. Срабатывает супер-эго, это очень плохо. Поэтому, если родители кормят своих детей после трех лет молоком, вы можете создавать сексуальных психопатов. В большей вероятности, да, это правда. Либо извращенцы, либо людей очень сексуально распущенных. А я вывел определенное правило. Чем дольше мама кормит ребенка грудью, тем более сильная и извращенная либидо у него может быть потом. Может быть. А когда мало кормит, либо почти не кормит, либидо, наоборот, может быть заблокировано, плохо проявлено, слабое. Либидо и кормление молока, естественно, связано в моем представлении личном, что детей надо кормить максимум до двух лет. Это граница. И какое-то время нужно между двумя-тремя годами уже прекращать завязывать эти вещи и делать. И если же кормление дольше идет, там потенциально очень интересные негативные вещи. До пяти лет я видел редко. Иногда, говорили, до шести-семи были такие случаи и примеры. Да, да. Артем, глаза округляются, да, такое есть. Такое существо. Жизнь этих людей очень специфична. И чем дальше, тем хуже. Вот. Хорошо. И психопатичная форма, уже не акцент, а психологичная форма сексуальных девиаций. Это уже некрофилия, педофилия, геронтофилия. Вот. Трудно назвать этих людей полноценно обычным психопатом. Но я воспринимаю это как форму сексуальной психопатичной психопатии. Такой каламбурин. Появляется, но по-другому не скажешь. К примеру, без сострадания и без сочувствия заниматься сексом с детьми. Вот. Либо с животными, либо со старыми людьми. Крайняя уже форма первой версии. И нет границы какой-то здесь. Пройдемся по другим психопатиям. Финансовая психопатия. Вот. Это способность легко отбирать деньги других людей. Не платить за труд. И не испытывать по этому поводу никакого студа и вины. Легко ворую, к примеру. Легко не заплачу за что-то. Вот. На меня поработали, я не оплачиваю это и так далее. Вот. Вот. Прекрасно. К примеру, эти вещи в компании, в фирме. Примерно. Забрала оплату. И не оказала, не привезла в ответ какой-то продукт. Шеф может быть прекрасно финансовым акцентуированным психопатом. При этом человек может прекрасно любить своих детей, любить свою папу, маму. Вот. Но отбирать от других легко. Прекрасно. Вот. Далее. Социально-статусная психопатическая акцентуация. Вот. Она наступает тогда, когда человек приходит на опленную роль. То есть, я занимаю опленную роль и теперь я больше никому не сострадаю. К примеру, судья легко приговаривает одного к смертной казни, другого к смертной казни. Повесить того, там, электрический стул. 15 лет жарить там, не знаю, срок за какое-то преступление. Даже если понимает, что человек на самом деле меньше заслуживает, он даст такой срок. Ну вот. И, как вам сказать, не испытает ни одно задрение совести. Из-за этого, между прочим, в юридической сфере акцентуированных психопатов много. Чтобы мочь спокойно каждый день, там, не знаю, присуждать людям длительные передозаключения, вот, нужно кое-что сопериметь. Некоторую бесчувственность. Вот. Потому что у обычного человека, у обычного человека, будет, как бы, он сказать, как… Ну, ты будешь смотреть, может, он исправится, может, помягче надо, вот так вот, да. Вот. Будет что-то срабатывать, так вот. А если бы судья, это, как бы, может быть лишнее. Там сочувствие не должно иметь место. Вот. Социально-статусная психопатия. Ну, к примеру, я полицейский, я могу чуть-чуть, человек не то, что я сделал, могу его жестоко избить. Вот. У нас это встречается, как я понимаю, очень часто. Занимаешь определенную позицию, ты спокойно начинаешь выполнять определенные действия, агрессивно унижать, притеснять. Там, не знаю, школьная учительность начинает вести вас над детьми. Девятеры школы начинают выполнять определенные действия по поводу своих учеников. Вот, бла-бла-бла-бла-бла. Видел социально-эмоционально причастную психопатию среди преподавателей вузов, которые испытывают просто офигительный кайф от того, как они притесняют своих студентов на экзаменах, мучают их, куча вопросов задают, завалить, замочить и наслаждаются этим. Я видел таких людей неоднократно. И когда был сам студентом, видел одного такого преподавателя у нас избили жестоко. Был такой преподаватель по праву. Вот, еще помню. И я помню, я ему сдавал там раза два где-то всего-всего. Хотя знал хорошо, на четверку сдал. Вот, к нему люди ходили раз по пять, по шесть. Вот. И рано или поздно в соседнем каком-то потоке там его студенты просто на улице избили. Достало. Вот. Аллена, ваш вопрос. У меня вопрос поведения с такими людьми. Ну, у меня в практике был подобный преподаватель, как оказалось. Я просто не знала его репутацию. И он начал валить на экзамене, и я просто в ответ залупилась. То есть я залупилась конкретно. Я думала, его там порвет просто. Он меня с экзамена выгнал. Пересдача была. Но там об этом гудел весь универ потом. Потому что, оказывается, ему так никто не отвечал. И после этого он меня зауважал и поставил довольно высокую оценку на пересдачу. Так сопротивление. То есть он был готов ставить пять. То есть при всем при том, что я залупилась. То есть мне декан сказал, что с ним так в принципе никто не разговаривал. То есть я так поняла, что просто я правильно повела себя с подобным экземпляром, видимо. Да, да, да. Они не обязательно будут бесстрашными, но они кайфуют от чувства беспомощности студента. Он беспомощный, дрожит. Я очень много лет был преподавателем. Сейчас чуть-чуть еле-еле работаю. Но темнее продолжаю работу. И всегда, когда рядом со мной человек сдает экзамен, он начинает бояться меня. Мне так неприятно это. Как-то гадостно. Какой-то монстр как будто. А он такой слабый, беспомощный. Что ты говоришь вообще? А кто-то кайф-кайф. Как будто люди питаются. Психопат как будто он питается страхом. Как будто ему нужно ощущать страх от дрова человека. Что он может сделать что-то. Ему ничего не могут сделать. Вика, вас слушаю. Скажите, такое же поведение не всегда говорит именно о психопатии. Вот если брать этот стэнфордский тюремный эксперимент, когда их меняли местами, там же не все психопаты были. Я сейчас говорю о акцентуированной психопатии. Я ввожу некоторую новую ноцологическую единицу. Под единицу. Я говорю о том, что эти люди прекрасно могут в других сферах быть другими. Я говорю, акцентуированная психопатия, по моему личному представлению, это психопатия узкая в определенной категории. То есть она не в общинах. Она заужена. И я говорю не о стэнфордском тесте, не о тех категориях. Я говорю о других людях сейчас. Этот человек может быть прекрасным, сочувствующим, как думал. Поверьте мне, вы будете встречать много-много раз таких акцентуированных. психопатов, если вы будете пробовать их классифицировать через обычную категорию психопат, без чувства сострадания, совести, вы просто думаете, а почему? Куча не состыковок. Может просто не психопат, а как это называть? Я считаю, называют акцентуированным психопатом. Далее эмоционально причастная психопатия. Здесь нравится муча других эмоционально. Часто я вижу подобные вещи, к примеру, у молодых очень красивых девушек, которые любят, вот как мужчины тащатся за ними. Вот они их бортуют, отказывают им, влюбляют в себя, потом отказывают им и кайфуют от ощущения всего. Когда девушка добирается до ощущения своей величия через красоту, она порой начинает эти вещи использовать. И такие говорю, повторю, вот такие приходят ко мне и говорят, я не испытываю ничего общего с чувствами. Ну, по поводу женщин и по поводу домашних животных все хорошо. Причем эта девушка, которая заявляла мне об этом, ее отец шизофреник. То есть я заметил яркую тенденцию у мужчин и женщин акцентуированных, серьезных психопатов, либо даже полноценных психопатов, а родитель, папа либо мама шизофреник. И нежелание сочувствовать своим партнерам, это нежелание сочувствовать маме либо папе. Потому что если будет сочувствовать, будет очень плохо, будет шизофреник. Он как бы отгораживается от своего партнера. Вот, а далее психопатичная акцентуация коммуникативной лжи. Здесь мы видим людей, которые кайфуют от ощущения беспомощности других, когда им лгут. Некоторые акцентуированные психопаты лжи, они даже это делают не из-за корыстной цели. Им нравится творить какие-то байки, какие-то истории рассказывать, чтобы другие верили в это. Вот, и про себя следить. Другие слушают, верят, а ты кайфуешь. Ну, дурачки думают, что им не наговоришь, они вас не поверят. Вот, здесь смесь опункта за лживость. Далее, необязательная причинность, то есть лошади лжи. И кайф, удовольствие от ощущения того, что другие верят, а ты лжешь. Вот, очень интересные ребята. Далее, экспериментально-когнитивная психопатическая акцентуация. Пациент говорит, знаешь, вот когда я расставался со своей женой, вот я к ней подошел и сказал, знаешь, а вот когда ты была беременная и выезжала на пару недель, я пригласил проститутку и трахался с ней на нашей брачной постели. А я говорю ему, а зачем ты это говоришь? Говорил я. А он говорит мне фразы, а мне была интересна ее реакция. Вот, это отдельные уникальные люди, они экспериментаторы. Они строят эксперименты. Они строят звуковопленное условие. А как человек поведет себя там? Будет ему больно? Не будет. Вот. Выдержит? Не выдержит. Обычно эти люди очень умные. Они реально IQ зашкаливают чаще всего. Реально. Им плевать на боль. Это как лабораторный ученый, который вот с крысами. Ради науки крысы можно заблочить без проблем. Почему это люди? Вот сам. Вот. Можно, конечно же. Вот. Это люди. Я видел таких людей, как пациентов. Такие экспериментальные психопаты, эксцентрированные. К примеру, скажем, пациент. Он приходит ко мне и пытается манипуляции выбивать из меня информацию. Он знает, что его женщина проходит у меня терапию. Вот. И пробует из меня выбить информацию косвенно. Изменяет либо нет. Он приходит ко мне и говорит. Боря, знаешь, я вернулся к ней домой. И я на раковине увидел волоски, несвойственные ее волосам. Я знаю. Я знаю, что это другой был мужчина. Все. Она мне изменяет. Так вот, смотрите. Эта женщина реально приходила ко мне и реально признавалась, что она изменяет. Я мгновенно секу то, что он делает и строю мину такую, что правда изменяет. Спустя одну сессию, через два месяца он приходит ко мне, и я ему говорю. Я же прекрасно знаю, когда ты говорил о волосках, ты мне врал. Он говорит, да. Это по поводу изощренности, что могут делать пациенты подобных. Он разработал стратегию, пришел ко мне, начинал врать о волосках. И ничего такого не было. Увидел от меня реакцию удивления. Хотя я знал. Я сдал ему реакцию удивления. Намеренно скормил ему реакцию удивления, чтобы он увидел реакцию удивления у меня. Хотя это не было удивительно на меня. Таким способом он пробовал меня пробивать несколько раз. Тестируя, экспериментируя. А если я к терапевту приду и вот так ему скажу. А как терапевт реагирует? А что у него будет такое? Опасные ребята. Если вы не сечете этих стратегий, вас поймут, скушают. Вот. Вы так проколитесь. Таким способом я мог бы выдать информацию о своем пациенте. Представляете, что там было происходить? Тут он говорит, я нашел волоски. И говорит, да, да, да. Я бы сказал, я знаю это. И тут бы спалил свою пациентку. По полной программе. Слава Богу, у него не получилось это издеваться. Но если такой человек приходит, он такие вещи с терапевтом прекрасно может делать. Экспериментировать, смотреть, как терапевт и где будет проявлять какие эмоциональные паттерны. Вот. По поводу агрессивной психопатии. Здесь я говорю о людях, вот, обожающих вербальную агрессию. Ему нравится, когда он орет на других. Он кайфует. Например, начальник орет на подчиненных. Кайф испытывает. Вы, ублюдки, мерзкие. Кто видел сериал интернет? Вот, помните, Быкова, кричащего на своих. Если бы это не было художественный персонаж, то я бы сказал, что у него агрессивно-коммуникативная акцентуированная психопатия. Вы, маленькие, тупые, примитивные анемы. Вы, невзрачный плод медицинской индустрии. И так далее. Вот. И агрессивная психопатия может быть телесной. Это люди, обожающие подраться на улице, ходящие и пробующие найти кому-то в дыню дать хорошенько. Какая цель, миссия. Ему нужно засыпляться. Ему нужно подойти, просто ему нужно ударить. Вот почему ему нравится причинять физическую боль на сознательном уровне. Он не дерется просто, не знаю, потому что его обидели. Он может подойти и ударить человека просто потому, что ему в кайф. Ему кайфово, приятно ощущать боль физического другого человека и то, что он беспомощный с ним. Вот. И, ребят, еще есть диссоциативная психопатическая акцентуация. Ее, в принципе, можно назвать шизоидной психопатией еще. Вот. Эти люди не буквально причиняют боль другим людям. Нет. Это люди, когда они замечают, что вы к ним привязаны, они уходят. Такому человеку просто неописуемо кайфово ощущать и осознавать. Вот. Человек был привязан ко мне. Я ушел. Ему больно. Он страдает. Они обычно говорят, ну я же не влюблен в него. Либо ну и что. Мы друзьями были, а потом теперь друзья. А это очень плохо. Покопаешься в них, там будет опленное неописуемое удовольствие. Но эти люди всегда, если этот человек обычно шизоид, он редко устанавливает связи. Но если устанавливать, они очень крепкие, очень сильные эти связи. Вот. А чтобы быть полноценным диссоциированным, акцентуированным психопатом, сначала нужно установить связь, стать близким, стать значимым человеком. И когда ты стал значимым, просто именно тогда. И именно в тот самый момент. Чтобы поищать максимальный вред другому человеку. И уйти. Ну и что? Это же его дело. Ну я его не люблю. Либо не хочу. Или еще. Окей. Ребята. Это список акцентуированных психопатий. Напомню. Вот. Это модель моя. Я иногда рассказываю студентам. Некоторые думают, что это моя модель. И это моя разработка. Я проводил исследования по этой теме. Вот. И вы эту модель не найдете в ортодоксальных учебниках по патопсихологии. Вот. Моя разработка очень долгих-долгих-долгих лет работы, наблюдения. Ребята. Модель практичная. Я использую часто. Дифференцирую. Вот. От обычной психопатии акцентуированную. И нахожу, что вот такая вариабельность позволяет быть очень эффективным. Минимум на уровне распознавания человека. Ребята. И под конец я вспомню один тест. Тест на психопата. Вот. Вербальный. Задам вопрос всем вам, между прочим. Представьте себе, ребята, что вы находитесь на мосту. Раз. Под мостом у вас железная дорога. На линии железнодорожных путей привязан толстяк. Толстяк. Едет поезд. Не, не вру. Не толстяк. Привязан обычный человек. А на мосту стоит толстяк. И вы знаете, если вы подойдете к толстяку и скинете его с поста, вы остановите поезд. И другой человек, не толстяк, он выживет. Что вы делаете? Вы скидываете толстяка, либо нет? Первый вопрос. Усиливаем. Второй тест. К железнодорожным путям привязано три человека. Раз. Вот. Но на мосту стоит тоже самый толстяк. Если вы скинете толстяка на ЖД пути, три человека выживут. Не скинь толстяка, три человека погибнут. Что вы делаете? Угу. Следующий уровень. К ЖД путям привязаны пять маленьких детей. И стоит толстяк. Скинь толстяка. Пять маленьких детей выживет. Не скинь толстяка. Пять детей умрут. Условие значит такое, что вы не имеете права выбирать что-то иное. Либо первое, либо второе. Представьте себе, что здесь сложилось так, что по-другому нельзя. И, знаете, какой вопрос. Люди, те, кто бы скидывал толстяка, у них гораздо больше психопатичности. Вот. Да. Это правда. А люди, у которых слишком много эмпатии, у них шок. Как это так? Ну, с одной стороны, я спасу трех людей. А как же я толстяка-то? Сочувствие скучается. Если вам продолжать сочувствовать человеку, вам очень плохо будет. Люди подобные порой будут пробовать что? Не делать выбор вообще. Но, увы, есть ситуации в жизни, когда эти выборы необходимо проводить. Вам показалась такая ситуация иллюзорная? Вот. Ну, нет. В истории есть примеры того, когда такие вещи позже случались. Получилось это у берегов Америки, по-моему, у Флориды, потерпел крушение большой корабль. Спаслось 20 человек, и они поместились на спасательный плод. Да, хочется побежать спасать детей. Не, не получится. Это ваш мозг придумывает вариацию, выходя из темы. Вот. Нельзя отвечать на эти вопросы таким способом, потому что вы не найдете критерий. Спасается 20 человек. 20 человек сидит на плоту, которая вмещает 10 человек. Реальная ситуация. И спасся, по-моему, или боцман, или капитан. Вот. И капитан знал, точнее, что если в ближайшее время с плота не уйдет 10 человек, все погибнут. Поэтому вам такой вопрос. Вы на плоту, на котором 20 человек. Плот рассчитан на 10 человек. Если вы не скинете 10 человек с плота, умрут все 20. Что вы делаете? Будете делать скребания? Так вот, все-таки люди скинули 10 человек. Человек скинул. Они доплыли до берегов. Вот формально он убил 10 человек. Но, с другой стороны, он спас других 10 человек. Да? Вот. Как вы думаете, он поступил хорошо либо плохо? Как вы думаете, что бы вы сделали на его месте? Вот. Человек с мышлением психопатичным, он однозначно, конечно, столкнул. Мгновенная реакция возникает только. Это говорит о том, что у вас есть кое-что от психопата немножечко. Вот. Если вы сталкиваетесь с мучительной болью, ощущением внутренним. Это очень плохо. Я не могу. Вот. Это говорит о том, что вы больше в контакте с эмпатией с вашей лимбической системой или, как раньше, более в контакте с своей душой. И на деле все произошло. Этого человека судили в суде. Но знаете, какому наказанию его суд присудил? Его осудили, сказали, что он не прав, он убийца 10 людей, но его осудили на штраф в 1 доллар. Это реальный случай, реальная история. Вот. Потому что если бы он этого не сделал, то он бы убил всех 20. Такая дилемма интересная. Так у кого какой-то вопрос был, рука подымалась, а кого-то и не замечал? Получается, здесь же тоже ситуация такая, что он и сам спасся? Да, да. Да так. Точка. Здесь достаточно понятно. Конечно, я чуть не седал. Ты должен руководить потом в раздаме правления. Итак, ребята, хорошо. В принципе, это каркас и основа того, что я вам хотел рассказать, прокомментировать на нашем курсе. Если у вас какие-то вопросы есть, потому что я говорю вам, задавайте мне, мы будем плавно, постепенно завершать нашу лекцию на сегодня. Вика, слушай вас. Можете еще раз повторить вот эти восемь названий? Да, сейчас. Повторяю. Первый уровень – это сексуальная психопатия. Второе – финансовая психопатия. Социально-статусная. Потом эмоционально причастная. Потом психопатическая акцентуация коммуникативной лжи. Которая делится на вербальную и физическую. Далее экспериментальная когнитивная психопатия. Потом агрессивная психопатическая ситуация. И диссоциативная психопатия. Это основные вещи, которые я выделял. В каких-то сборниках статей, там публикации по этому поводу есть, но я уже не помню где. Потому что публиковал, по-моему, лет восемь назад. Очень-очень долго. Вот. А вы сказали, коммуникативная делится на вербальная и физическая? Смотри, смотри. Не психопатическая акцентуация коммуникативной лжи отдельно. Смотри, агрессивная психопатия на телескопатии. А, да, да. Да, спасибо. Так, да. Не на ту сказал. Да. Все. Any questions у вас есть еще или заценав? Хорошо. Окей. Так как вопросов нет, мы плавно начинаем завершать. У нас, смотрите, сейчас скажу, будет ли лекция до следующей недели. Потому что, сейчас скажу, я уезжаю сейчас в Киев на пять дней. Да, в среду должно быть. Думаю, я приеду к среде. А в среду нас ждет лекция по обсессивно-компульсивному расстройству. Этиология ОКР. Будем его интенсивно разбирать. Некоторые люди так уже потеряют руки. Эти тема очень интересная. И, действительно, отдельное заболевание. В какой-то степени ОКР я считаю таким благородным психическим расстройством. Хотя тоже интенсивность не имеет значения. Если легкое ОКР у человека, он создает некоторый образ аристократичности, что ли. Педантичности и гиперпунктуальности. Хорошо. Окей. На сегодня мы прощаемся. В пятницу лекции еще по НЛП, по медитации не будет. В следующей неделе НЛП медитация, скорее всего, будет с пятницы. Поэтому ждите после моего возврата в Харьков. Все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Всего доброго. И да пребудет с вами сила, господа. Спасибо большое. Всего доброго. Понял. В следующий Дед. При проходном. У cela.